Приветствую вас. Глобально, вот если мы говорим глобально о вашей ситуации, то объяснений несколько, их два, такие вот, ну, прям. Глобально объяснений два. Но, есть здесь сложно. Дело в том, что вам эти объяснения вряд ли понравятся. Вот, скорее всего не понравятся. Первое объяснение это то, что вашему мужу просто чего-то не хватает с вами. Не может с вами ваш муж полностью чувствовать себя мужчиной. Поэтому ему хочется еще с кем-то общаться. Причину нужно искать в ваших отношениях, в истории ваших отношений. И смотреть уже там, как они развивались, что вашему мужу может не хватать. И почему. Следующий момент это то, что человек, ну то есть вот, муж, пытается решить какую-то свою проблему. То есть, человек, посредством изменения вашего отношения к, посредством своего изменения отношения к вам, посредством таких вот виртуальных изменения вам решает какие-то свои трудности. Вот. Решает какие-то свои проблемы. И соответственно как вы можете догадаться, да, что проблема эта сама по себе не решится. Вот. И что ее нужно решать с психологом. Исключительно со специалистом. Вот. Следующий момент, на который я хотел обратить ваше внимание, это то, что вы человека по факту пытаетесь ловить. Ну, честно говоря, я не очень понимаю вообще, вам именно что ловить на переписках и так далее, потому что, ну, совершенно очевидно, что если человека что-то не устраивает, если его что-то не устраивает, если ему что-то не нравится, да, если как-то вот есть неудовлетворенность какая-то в чем-то, вот, то это повторится, то есть эта вот история, да, она повторится, она так или иначе будет повторится, будет повторяться. Вот. Поэтому смысл, что вы человека вот ловите, да, вот именно, что вы пытаетесь его поймать, ну, для меня остается загадка, честно говоря. Ну, то есть почему вы пытаетесь поймать мужчину, да. Следующий момент, момент, у вас есть, как мне кажется, на специфичное, наверное, отношение к сексу, вот, как я думаю, вот, которое, на мой взгляд, нужно корректировать, вот, нужно корректировать именно вот специфичное отношение к вашему сексу, потому что самое важное, да, это вот то, что, ну, вот вы говорите, что самое важное вам, это то, что не было секса между ними. То, что ваш мужем не удовлетворен, то, что вашему мужу чего-то не хватает, да, ну, это как-то вообще в данном случае вас, ну, не волнует. Вот, хотя это очень важный момент, это очень важный момент, это самое важное здесь, по сути, по сути. Вот, и вы на это, ну, на это как бы вы свое внимание не переводите. Ну, дальше, вы пишите, что вам больно от этого, а от чего вам больно, то есть вот давайте разберемся с болью, вот, ну, причина боли в чем, что служит автоматом для боли вашей. Это, мне кажется, очень важный момент, вот, потому что то, что у вас болит является вашей проблематикой. Скорее всего, скорее всего, скорее всего, в силу. И, соответственно, эту проблематику нужно прорабатывать, чтобы она вам, я имею в виду, проблематика, не доставляла неудобств. Вот, сейчас она вам неудобствует, ну, как вы сами можете видеть, доставляет и довольно серьезно. Вот, поэтому, поэтому, как бы, вам нужно в этом направлении двигаться. В направлении понимания того, что вам больно, вот. Следующий важный момент заключается в том, что обвиняю своего мужа, значит, в, ну, тех или иных действиях. Вы не помогаете ему, условно говоря, решить проблемы его. Почему вы не помогаете? Потому что, когда человек реагирует на это таким образом, то есть, когда он вот реагирует так, что, ну, что плачет, да, пытается объяснить. Ну, это является тем, ради чего изначально все это задумывается. Вот. То есть, так все это делается ради вот этой вот цели. Ради того, чтобы вы его обвинили. Ну, вот, грубо говоря. Вот. Может быть, это, конечно, вам покажется, значит, ну, невероятно, но, тем не менее. Тем не менее, это правда. Вот. И, соответственно, здесь вы человека достаточно только провоцируете на, ну, вот, на повторение, да, на повторение ситуации. На повторение, вот, поведение своего такого. Вот. К сожалению. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Если вы, например, не хотите, чтобы подобное повторяло, то и вам свое поведение, свое отношение нужно менять в этой ситуации. Вот. Так, чтобы оно было другим, более, как бы, взрослым, более зрелым, да. Вот. Потому что, если бы ваш муж хотел от вас уйти в большинство, вот, судя, он от вас не уходит, да, он общается с другими девушками, но это их причины. Причины могут быть, кстати, связаны с тем, как складывать ваше общение. То есть, например, вот, что это проблема образа. То есть, если бы муж решил, что с вами, вот, как-то можно, ну, вот, определенным образом с вами можно, да, а определенным образом с вами нельзя, например. Если, если он это чувствует и знает, допустим, то в таком случае он не будет позволять себе делать вот те вещи, которые, по его мнению, которые, по его, по его мнению, ну, вот, не вправо. Ну, для вас, для вас, для вас, для вас, для вас обоих, по его мнению, неприемлемы. Вот, и, собственно, да, вот, это, это, может быть, это глупо, может быть, это странно, может быть, так, так, не должно быть, но это вот, это, 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 понимаете? Дальше. 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 Я сразу прощаю вам слезами словам, что любят. Ну, то есть, иными словами получается, что вы сомневаетесь, что человек вас любят. Вот. И, ну, если я правильно, если я правильно вас понял, вы сомневаетесь в том, что человек вас любит. Вот. Просто, я хотел бы, ну, понять вас немножко, получше, что вы, ну, что вы, что вы имеете в виду. То есть, вот, ну, когда говорят, что прощает. Вот. То есть, вы сомневаетесь в том, любит ли вас, ваш муж, по сути, или нет, так, вы это хотите сказать? Или что? Вот. Я просто, ну, просто хотел бы понять вас несколько, ну, несколько лучше. Вот. Мне кажется, что это, ну, было бы здорово, если бы вы, вот, себе бы в этом направлении, да, ну, разобрались бы, если бы вы, в этом, вот, направлении, себя бы, вот, поиследовали бы. Вот. Дальше, вы пишите, что мы уже давно вышли на отношения на такой уровень, что мы калькуем друг от друга. Ну, смотрите, вы говорите здесь про вас обоих, но вы не можете говорить про вас обоих, вы можете говорить только про себя. Не можете говорить про своего, значит, мужа, потому что у него просто своё восприятие, да, и вы не можете наверняка знать, как шут ли он. То есть полноценно, полноценно за свои чувства можете отвечать только вы, по дополнительным. А вот так как вы говорите, что мы оба кайфуем, это обобщение. И обобщение, к сожалению, ну, не совсем корректно. Поэтому, пожалуйста, учтите этот момент, учтите, пожалуйста, эту историю, эту ситуацию, скажем так. Вот. И вам необходимо, ну, потихонечку отказываться, на мой взгляд, от идеи о том, чтобы вот обобщение делать таким образом. Это не совсем корректно. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос. Вот в этом моя проблема, что я не знаю на основе идеальности, почему это всё происходит, что мне делать, что делать, чтобы что. Вы можете принять решение с мужем расстаться. Вы можете принять решение гармонизировать ваши отношения. То есть, чтобы что. Определитесь для себя. Вот. И, соответственно, можно уже, тогда будет о чём-то говорить. Вот. Пока что, ну, просто, просто вот не совсем здесь понятно, чего вы хотите. Вот. То есть, ну, какой помощи, например, ждёте от нас, да, от психолога. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. На этом всё, наверное. Я надеюсь, что это было вам полезным. Я надеюсь, что помог вам. Вот. Надеюсь, что, ээээ... что мой ответ вам помог. Да. Я вам желаю всего доброго. Я надеюсь, что, ээээ... что ситуация изменится и надеюсь, что мы получаем для себя. Извлечуете что-то из моего ответа. И я надеюсь, что ситуация разрешится. С той стороны предлагаю вам помощь, если она понадобится. В том числе и помощь вам наоборот. Всего вам доброго и удачи!